итак друзья всем привет с вами фэшн вектор дизайн и ящиковский екатерина сегодня у нас с вами эфир который будет посвящен созданию коллекции а именно мы будем рисовать мини коллекцию по тому что мы уже с вами отрисовали так сейчас пока подождем буквально одну секундочку я отмаркирую тему эфира что мы сегодня делаем и я писал уже какие вам инструменты понадобятся нам понадобится простая пища а4 обычные тонкие листочки а нам понадобятся карандашики я люблю очень карандаши двух типов во первых это брунзель у меня уже остаток смотрите вот штучка называется удлинитель карандаша они позволяют карандаши использовать до конца то есть она вот штука это брунзель 3b это моя лично любимая как бы плотность он вставляется получается очень хороший удобный длинный также механический карандаш внутри вставлена кахеноровский грифель 2b вот соответственно что у меня еще подготовлено у вас это уже тоже есть мы с вами отрисовывали технический эскиз какие-то детали я просто это нарисовала плюс у меня есть линеечка благодаря которой можно быстро создавать шаблончик ну их можно распечатать можно нарисовать это по желанию что мы будем делать мы будем с вами сейчас вычленять форму я покажу как это делается и это вот принцип моделирования такой художественный проектируете форму смотрите что получается а потом на основе этой формы будем формировать разные наброски из которых в дальнейшем это уже будет этап номер два мы отберем несколько комплектов несколько моделей и уже водополюстратор их отрисуем такую красивую финалочку чистую вот а сегодня я буду показывать именно подготовительный этап он художественный я прошу вас не путать это с фэшн иллюстрацией это именно момент когда мы думаем руками когда происходит вот именно такая художественная часть она не очень красивая в плане вот зрелищности да то есть как бы нету такого вау здесь где-то блестками посыпали здесь девочка красивая пошла она именно на подумать на создать какую-то идею и ее воплотить так что первое мы делаем но во первых мы анализируем эскиз поскольку у нас моделирование будет по форме соответственно от этой формы мы будем толкаться у меня эскиз достаточно простой и мне в этом деле будет легче смотрите что у меня здесь есть у меня есть две трапеции повернутая широким основанием вверх и вторая трапеция повернутая широким основанием вниз то есть нам нужно сейчас это упростить вот до самого самого простого то есть по сути у меня вот такой платье рукава это уже как дополнительный придаток да они могут быть их может не быть вот оно мое платье если брать с точки зрения вот упрощенной геометрии что я сейчас буду делать я сейчас буду моделировать за счет изменения длины данной трапеции то есть например я вверх оставляю одинаковый да а низ могу убрать то есть у меня уже получается на основе того же самого разная вариация то есть вот смотрите что я дальше могу делать я могу например не составлять единым поменять вверх сделать его покороче уже пропорция поменялась до сделать его наоборот подлиннее поставить там его таким же то есть и здесь вот происходит такой поиск формы да а что конкретно будет смотреться это называется композиция друзья мои это вот простые базовые основы композиции как будет формироваться ваше изделие что мы дальше можем начать с вами делать мы можем начать менять ширину то есть условно говоря вверх у меня стабильный низ я сделала шире вверх у меня такой же низ я сделала уже и там и там трапеция потом добавляю комбинаторный метод то есть у меня вверх грубо говоря остался но при этом юбка стала короче и шире получился такое классическое платьице да то есть вот мы ищем таким способом подбираются те пропорции то как будет смотреться ваше изделие да как оно будет пока мы задействовали только две трапеции мы их не удваивали мы их не утраивали мы с ними ничего не делали то есть просто вот такая вот базовое проектирование теперь следующий этап это мы будем с вами удваивать какой-то элемент ну грубо говоря верхний элемент мы можем удвоить так как нам нравится то есть у меня получается есть одна трапеция к ней например 2 и еще одна сейчас я уберу из-под низа да могу по-другому ее сделать могу сделать ее вот так здесь нужно создать максимальное количество вариаций то есть вот таких листов ну штук 5 точно надо нарисовать для того чтобы у вас получилось какое-то представление о том что вы хотите ведь можно удвоить а можно утроить это к примеру да то есть уже совсем другой образ будет можно сделать сразу градацию по ширине можно сделать здесь и уже что-то другое получилось но в целом в целом ощущение по силуэту она остается очень похожи посмотрите одну из последних коллекций dior вот она была вся построена на таком силуэте там был очень красивый вертикальный верх песочные часики часто была вот так еще трапеция вниз и вот и все вот смотрите вот это уже по сути готовый образ например что я могу сделать я могу сказать что это будут брюки здесь у меня будут дополнительно ручки ну и здесь там например я вот так ворот поставлю вот так и вот это я уже могу нарисовать человечка на манекене где у меня получается образ то есть вот такой вот она немножко геометричное топорное моделирование она дает очень хорошие результаты она позволяет вам увидеть новые формы которые вы затем потом сможете применять вот например я уже делала до которые мне например понравились вот смотрите то есть здесь такой же принцип где-то удваивается где-то утраивается потом я выбираю то что мне понравилось ну например вот такой вариант да вот он мне понравилось он меня получился здесь одна трапеция 2 и трапеция вниз что я потом из этого вытягиваю я щас покажу как это все вытягивать оттуда и как с этим работать вот у меня на вот эту форму на одну получился целый лист смотрите так не этот вот этот что я сделал у меня здесь три трапеции вот такие видно вот три трапеции то есть соответственно две трапеции широким основанием вверх и одна вниз я могу из этого вытянуть брюки с завышенной талией принтом да я могу вытянуть вот такие брюки я могу вытянуть юбку и видите как по-разному эскизы смотрятся то есть это уже все более перекладывается готовым изделием и после этого когда вот таких листов у вас штук десять получится вы их раскладываете на пол и смотрите те модели которые вам подходят почему именно вот в данном рисовании я предпочитаю рисовать мягким карандашиком но это лично мое такое творчество и я рисую без ластика это тоже принципиальный момент мы когда учились в университете у нас была тоже такая практика мы делали зарисовки нас заставляли рисовать маркерами все эти моменты почему чтобы у вас не было возможности исправить потому что когда вы рисуете вот такие штуки у вас по сути должно возникнуть такое медитационное состояние что вы просто вот строчите эти трапеции да и ищите ищите эту форму где же она как же она у меня получится что же у меня будет так здесь повыше здесь пониже здесь там затроилась здесь туда здесь сюда и вот такие листы у вас они постоянно 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 в большом объеме получаются то есть здесь какая-то там мягкая такая штука здесь она так собралась здесь она сюда пошла здесь она у меня здесь будет и потом когда вы отрисовали отсмотрели поставили себе галочки а чтобы вы хотели попробовать какую потом штуку реализовать как бы ее посмотреть и разобрать ну вот например давайте вот эту посмотрим я ее еще не смотрела вот этот вариант видите я уже много всего нарисовала все на вот таком банальном проектировании двух трапеций ведь не обязательно же у нас должны быть трапеции у нас бывают самые разные формы это может быть там круг и овал например да это может быть прямоугольник и бочечка такая в принципе это вот сейчас очень модный силуэт вот смотрите здесь разбомбили а сюда сделали свитер оверсайз все вот вам уже модный образ нарисуйте его нормально на эскизе и у вас получится хорошее изделие то есть это изначальный поиск формы когда вы поиск формы осуществили вы поняли что вам достаточно вариантов игру вот минимум листа 3 таких должно получиться вот таких вот фигурок вы выбираете несколько которые вы считаете перспективными и которые вы понимаете что у вас в голове уже есть идеи как их реализовать выбираете берете лист если позволяет рука если есть уже навык набитость то рисуете прям по листу ну как правило это вот так и рисуют художники если вдруг навыка не хватает вы можете во первых скачать шаблон либо использовать любые шаблоны которые вам понадобятся у меня вот этот шаблон он реалистичный да можно использовать вытянутую девочку но мне чем эти шаблоны нравятся мне в данном случае нету доступа к принтеру нету возможности ничего распечатать они всегда под рукой и вечные ничего с ними не будет если только их там не ломать и вот сейчас я пару буквально за пару минут это не за пару минут за минуточку соберу себе лист для дальнейшего рисунка они ведь хорошо подать 4 подходит можно как горизонтально так и вертикально плюс они еще с ручками можно рисовать с руками можно рисовать без рук это уже ваши вариации и мы сейчас будем продумывать что это может быть сейчас я пока шаблон создам а если у вас есть вопросы вы мне можете задавать я поглядываю и их вижу но основной акцент я все-таки делаю на том чтобы нарисовать то есть у нас сегодня с вами такая художественная мастерская когда мы с вами ищем самый интересный самый такой творческий процесс вот я создала подготовила для себя лист а теперь вот у меня вот эта штучка что же это может быть ну давайте это может быть изначально воротник например темная линия талия я сейчас не стремлюсь нарисовать технический рисунок я хочу нарисовать так чтобы мне было ну понятно что это а потом уже из этого буду тянуть это же может быть не один эскиз это может быть несколько эскизов так и соответственно вот такая форма теперь я могу в нее внимательно вглядеться да и посмотреть а что же это может быть начинаю смотреть какие вещи может она мне подсказать я еще сделала анализ мне очень понравилось в игре престолов как они рисуют костюмы и мне понравились мужские кольчуги у них я даже прорисовала и это прекрасный элемент посмотрите они когда делают у них они кожаные клепанные такие сверху вот этот еще воротник я к сожалению не владею военной технологии это наверняка какие-то рыцарские доспехи надо будет посмотреть то есть вот по сути это можно прям брать и вывязывать как там джемпер еще что-то немножко адаптировать вот вот эти моменты их уже можно перетаскивать в эскизы вот смотрите уже достаточно такая современная штука получилось здесь может быть молния например здесь могут быть рукава но пока это все вот мы в раздумьях да пойдет она не пойдет мы не знаем так что еще мы из этого сможем вытянуть здесь у нас получилось юбка так мы можем сделать вообще почти корсетную историю что это будет воротник одна и та же вещь одна и та же пропорция а на фигуру я ее накладываю по-разному да так что здесь я ушла на воротник а здесь я не ухожу на воротник здесь я делаю такую штуку потом ну и поскольку у меня тоже задана длина я точно также эту длину оставляю но например делаю ее брюками никто же не сказал что это не могут быть брюки вот соответственно там будет какой-то пояс так и здесь уже смотрим то есть это могут быть еще дополнительно рукава такая например форма реглана так здесь вот когда начинается прорисовка каких-то интересных элементов я рекомендую смотреть на ваши исходники во первых на какие-то интересные детали плюс смотрите я нарисовала что вот у моего исходного платья было такие элементы у меня был меховой воротник было кольцо была цепь продернутая в это кольцо и был еще кожаный пояс вот это все я могу сюда реализовывать но я пока продолжаем именно вот с этой штукой работать так у меня все с рукавами давайте сделаем что-то без рукавов или можно вот так например сделать форма тоже тоже трапеции наверх но смотрите насколько получается уже другой эффект вот за счет того что у меня манекен реалистичных пропорциях оно смотрится не так ну как бы вытянута вычернута как обычно это на фэшн иллюстрации да но можно и в пропорции фэшн это рисовать сразу ну и например то что вот эта форма это может быть прекрасная струящаяся шелковая или атласная юбка война здесь ее как-нибудь обыграть какими-нибудь ремнями тоже дополнительными штуками но это уже внутренние членения они уже могут там варьироваться пропорция 1 а образы получаются совершенно совершенно разные а исходник 1 вот так вот когда вы нарисовали много исходников вас формируется образ и вы уже можете вот листов 10 таких делаете раскидываете их на полу и проставляете галочки ага а вот это можно прорисовать ага а вот этот я увидел а вот у меня есть там еще один лист там например вот это я точно вот между галка стоит да вот это я точно буду рисовать это я понимаю здесь например я уже перешла на материалы до нежная кашемировый свитер цель на вывязанной и такие красивые штаны с складкой будут вот их уже можно отрисовать широкие очень модные в этом сезоне да здесь тоже вот это другая модель но она очень похожа по силуэту да здесь у нас может быть какая-то такая без рукавочка на нее сверху одевается юбка тоже с каким-нибудь там складкой бантовкой например но она уже может быть там атласный или шелковая вот эти модели я уже будут отрисовывать на чистовик на компьютере но для того чтобы вычленить правильное количество у вас должно быть много-много нарисовано и не надо бояться что они могут быть не очень художественные можно рисовать как я показала вот на таких шаблончиках а можно их рисовать от руки ну к примеру вот у меня другая пропорция вот это одна вторая третья и вы можете рисовать девчулик так как вам нравится но если хватает художественного навыка вы можете их отрисовывать худеньких маленьких таких как нужно именно вам то есть это понятно что это не но не художественный эскиз как таковой да это не технический эскиз это именно зарисовка которые вы можете вот бесконечно плодить можно вот ну как бы девчонок рисовать можно рисовать просто вот именно модельку без всего без какой-либо основы чем хороша моделька пропорция лучше видно да когда вы там и голову приставили с ногами ну там хотя бы пропорция как-то видно там нас насколько длинные руки должны быть насколько это все длинное то есть не бойтесь вот в данном случае даже если не хватает каких-то вот рисовальческих навыков используйте шаблоны вот я вам специально изначально начала показывать на шаблонах как более простой более универсальный способ для того чтобы вы могли подумать руками могли понять насколько вам нравится или не нравится тот или иной элемент справляетесь вы с ним или не справляетесь чувствуете вы его или не чувствуете и порисуйте здесь нету вот я знаю что очень многие люди любят сразу судить и говорить нет нет должно быть красиво но не обязательно сразу должно быть прям жутко красиво вы можете на черновиках рисовать так как вам нравится и это не зазорно оно может быть не очень красиво оно может быть не очень проработанное но это ваши черновики черновики могут быть любыми запомните это когда вы с этим стал ну как бы столкнетесь у вас не будет никаких проблем сразу здесь уже можно вот пятновые акценты расставлять да когда вы просто там штриховкой что-то забили и сразу понимаете как это будет смотреться притом вот такой эскиз если вот он уже в таком формате смотрится более-менее то скорее всего он и на фигуре будет хорошо смотреться потому что это вот у меня нарисована реальная девочка 42 размера если же мы вот таких девах наклепляем то там неизвестно как она потом переформатируется можно манекенщица еще ничего будет а в реальной жизни плохо а мы все-таки хотим нарисовать коллекцию в общем ваше задание первого блока берете ваш исходник это может быть самый самый-самый разный я взяла тот исходник который я рисовала я вообще стараюсь вам показать такую единую историю и на это же платье я принты клала вы можете нарисовать все что вам нравится какие-то будут модели эскизы какие-то черновички еще что-то после этого из того что у вас получилось вычленяете лаконичную геометрическую форму что имеется ввиду под лаконичной не нужно рисовать вот у меня вот тут вот так а вот тут вот так вот что это будет нет это будет у вас скорее всего ну хотя бы даже если вы хотите в многоугольник то нарисуйте его многоугольником а эту штуку нарисуйте трапеции то есть вам нужна простая геометрия на основе этой геометрии вы можете уже начать делать проектирование начать искать композицию и начать формировать ваш образ сделайте много сделать их некрасивыми я вообще люблю вот эти вещи делать не перед камерой вот я сажусь например там рядом с ребенком мы или когда-то вот там есть какой-то там 15-20 минут там какое-то кино посмотреть у меня есть вот такой вот зажим сейчас покажу вот такой туда все прищепляется вот и вы вниз взяли прищепили и сели там перед телевизором перед радио с аудиокнигой и нарисовывайте вот эти листы то есть не надо это делать через не могу это надо делать таким даже фоновым режимом это делается лучше потому что вы включаете такое вот художественное медитационное состояние и оно из вас выходит начинайте с простого сначала длина потом ширина потом умножаем здесь потом умножаем здесь и у вас они нарабатываются после этого берете я наверное сейчас вам подготовлю шаблон просто обычный шаблон вы можете скачать а вот таких горизонтальных нету и выбрав какую-то форму которая у вас в итоге получилась на ее основе начинаете рисовать видите они у меня немножко разностийные где-то попадает где-то не попадает это сейчас не сильно важно нам нужно просто подумать вот их я тоже люблю посидеть порисовать в фоновом режиме то есть вы можете подготовить вот такие шаблончики потом вместе с ними засесть и уже оценить смотрите насколько по-разному смотрится вот эта девочка смотрится достаточно толсто а здесь уже прям выделена талия а манекен одинаковый то есть вы видите как этот образ формирует ваше изделие да как он собирается как он будет смотреться насколько это будет носибельно может быть ее потом вот так надо будет отрезать вы это уже можете оценить на этапе бумаги когда у вас сформируется вот листов 10 таких вы проставите галочки мы с вами выберем несколько моделей кому сколько нужно можно выбрать 5 например можно выбрать 3 и по ним нарисуем уже технические эскизы которые в дальнейшем смогут идти потому что если я наберу например беру вот эту вещь это не одна вещь технический эскиз это будет либо 2 либо 3 в зависимости от того что это и здесь тоже это будет отдельный технический эскиз на джемпер или что это будет пошит ну пошит или связано и отдельно на брюки здесь отдельно по поводу шаблонов то что вы меня спрашивали эти шаблоны они есть у нас они стоят 932 рубля есть в комплекте с женской фигурой их можно купить а есть еще просто манекенчики разного размера зайдите на сайт по ссылке в шапке профиля там все это есть вот очень удобно видите прям 4 девчонки влезают у вас ровненько плюс здесь есть линеечка по линеечке можно какие-то линии шарафить в общем я вам желаю вооружиться самым простым провиантом а именно листами пищебумаги простым карандашом я уверена что у вас есть выберите под себя нравится рисовать пожестче возьмите пожестче нравится помягче можете попробовать рисовать маркером можете попробовать рисовать механикой чем вам нравится здесь я не буду жестко настаивать я взяла простой карандаш 3Б точенный вот это у меня такой вот удлинитель и нарисовать минимум 5 листов, лучше 10, вот таких девчонок. Потом их раскидываете, и из них выберем лучшие модели. Я вас уверяю, вы сами увидите, что какие-то есть откровенно не получившиеся, а какие-то прям вот конфеты, которые хочется дальше прорабатывать. Желаю вам удачи в этом. Если будут вопросы, обязательно пишите, задавайте. Я на них буду отвечать. А на сегодня все. Вы получили задание. И вам его нужно сделать, потому что следующим этапом мы будем отрисовывать уже технические эскизы по вашим наработкам. Если вы их не сделаете, вам просто нечего будет рисовать. Все? Есть вопросики? Итак, друзья, если нет вопросов, если вдруг кто-то опоздал и не все посмотрел, сейчас эфир будет завершен, и отправится там, где обычно сториз, и я его сохраню в IGTV, вы сможете его пересмотреть и сделать. Сегодня все очень просто. Потом будем делать технические эскизы. Добро? Все. Большое всем спасибо за внимание. Я была очень рада вас видеть. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.